Это программа «Следующее наследие», как всегда у микрофона ведущий этой передачи. Это Вячеслав Кучер, ему помогает Пётр Мегедюк. Приветствуем вас, братья, внимательно слушаем. Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире христианской радиопередачи «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё, преклонил ко мне ухо своё, потому буду призывать его все дни мои. И на этом стоит, может быть, основа моей передачи, слова жизни, что Господь всё же услышал. Я хочу сегодня, может быть, как-то особенный день сегодня у нас получается. Прежде всего, поблагодарить Господа за то, что, знаете, что Он дал. Прежде всего, продлил жизнь, продлил жизнь и ввёл в церковь, ввёл в служение. Я думал, что я никогда не найду себя в жизни. И это очень тяжело и очень печально, когда ты обыскал всё, и ты, в конце концов, решил лечь с тебя на диване, почитать Библию, ну и помолиться. И вот так. И так жизнь продолжалась. А иногда пойдёшь в какую-то церковь, может, в конец церкви, но оно как-то тебя особенно, чтобы ты был вдохновён, ты не имел этого. И это было, наверное, немало лет. Хотя Богу в жизни помогал. Но когда одно из событий, которое просто ощущалось так, что мы оказались женой в таком тяжёлом, опасном положении, я увидел, что жизнь, она может просто кончиться. И я начал после того, сказал, Бог же, я ничего не знаю, что я в этой жизни могу ещё сделать. Но я хотел воспитать детей, хотел прожить правильно. Я тебе молился, но я себя не нашёл. И поэтому, наверное, это Бог видел, это желание. Я верю, что Он слышит наши просьбы и молитвы, и желания наши. И, конечно, у нас разные будут вопросы, доказываем друг другу, я родился в такой церкви, или к такому принадлежу принадлежности. Мои родители были такие. Но если ты был не удовлетворён, как то, что тебя и это не удовлетворяло. И прежде всего хочу сказать, что в чём... Потому что я видел людей с мира, больше воспитанных, больше как-то верующих, часто ругались, часто спорили, часто друг другу доказывают. И это не касается любых конфессий, как паптистов, пятидесятников, харизматов, кого хочет идти, православных. Но это, к сожалению, у всех есть. И к этому, наверное, многие дети видят. И, наверное, в этом где-то и теряют свою какую-то радость. Вот. В этом была и у меня где-то потеряна. Сегодня я хочу сказать, что всё же я верю, что церковь или люди верующие есть выше. И они есть, может быть, по твоему уровню, для тебя. Я ничего не говорю, что если бабушкам нравится православная церковь и так, и они и Господь слышат. Или там в другом какой-то церкви. Но если ты видишь какие-то отношения грубые, оно тебе не подходит. И ты говоришь, не хочу я быть в этом обществе. Но произошло это. Конечно, Бог сердце видит. Прежде всего, конечно, Он нам полагает, что мы должны делать правильно в жизни. Если мы ищем эту правду, если мы хотим делать правильно в жизни, Он это сердце видит. И это произошло. Это уже больше, по-моему, 12 лет. И встретился этот человек, которому Бог сказал учить меня. То есть это было... Сегодня я хочу вспомнить из своих наставников. Я хочу сказать, что есть, и я верю, что для каждого человека есть свое место. И это было необычно. Это было радостно. Но когда я узнал, что эта церковь продается, я сказал, почему она продается? Я только нашел себя, а я уже должен уходить с этой церкви. И я, в общем, она будет закрываться. И я, конечно, плакал, и я рыдал. Почему так? Идея раньше был. Это человек уже старшего возраста был. Я хочу сказать, что, конечно, мы перешли с большой церковью, маленькой, как Бог вел дальше. Это были прекрасные годы американского служения. Мне иногда говорят, говорили, но это были действительно благословенные годы. И там я переживал большую радость и действительно любовь в отношении к людям. Это был пример подражания человека. Здесь такое место я хотел почитать. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имеет, то я медь звенящий или кимбол звучащий. Вот это примерно я увидел в этом человеке, что этот человек сумел, умел любить всех. Я мог осудить какую-то определенную конфессию, а он мог спокойно к этому отнестись и как-то внутри понять или любить тех людей. Также люди, которые уходили из церкви, он мог их благословить. Действительно, это быть с любовью, чтобы они нашли свое место и быть друзьями. Этого я не видел, ни в каких церкви я не видел это. Это был воспитанный человек в ресторане. Это были веселые, счастливые старшие люди, которые были действительно много знающие. И я хочу вам сказать, что он был в нашей студии, вот в этой студии, где я сейчас нахожусь. Это было примерно лет 10. И он был, он здесь участвовал в определенных передачах, он сидел здесь на моем месте. И я просто хочу вам сказать, что все же есть люди, которые, если вы расчарованы полностью в всяких церквях, и говорите, нету, но я хочу сказать, что есть люди, которые мы, которые Господь все же достигает, и мы можем от них брать пример для подражания. И как мне же она сказала, я так хотела бы, чтобы мы так жили, как эта семья жил, живет. И поэтому это воспоминания, конечно, они где-то попадают в твое сердце, оно остается для тебя на многие годы жизни. Поэтому я хотел, у меня сохранились еще записи, это может быть старый пастырь, он поет еще в старом таком стиле. Но хотел бы даже сегодня как-то вот послушать одну из его таких вот песен, где у меня еще остались в памяти, и я их храню, как что-то такое. И хотел бы вот просто, чтобы включили мне сегодняшний день вот эту одну из песен этого пастыря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из песен, которые, конечно, этот пастырь, он пел сам, играл на трубе. Я удивляюсь, конечно, где у него находились силы, то есть и петь, и вести проповедь. Ну, а самое главное, вот мое, вот что в сердце, что увидел, что он мог прощать, любить людей, которые уходили, которые ушли, никогда не говорить, то есть какими-то вот нехорошими словами. Того я не видел ни у кого. И что такого важного? И в этом был действительно, вот это было Божье присутствие, Божья радость, которая вот наполняла наше сердце радость. И я, конечно, хотел сказать, я бы с удовольствием хотел привезти этого пастыря в свое училище, чтобы он говорил моим учителям, своим друзьям. То есть этот был человек для меня экземпл в поведении. Конечно же, нам не говорит, ты человек, а не произноси. И, ну, действительно, на нашу семью это было большое изменение нашей семьи. И это вы видели дети, это, знаете, когда муж с женой в одном служении, и когда и Господь в это вовлекает, это так важно, что они в радости. Я хочу следующее сказать. Проходят годы, сейчас наша церковь направлен Господь как наследие. Мы ее перевели как наследие, это с Херри Тач. И мне звонили с нашего объединения, фулгаспел, говорят, благодарим за вашу верность, фейтфулнес, что столько много времени. Там меня рукополагали, действительно, я хотел служить. Это была радость, это была действительно радость. Радость, когда радость, знаете, когда это действительно счастье. И сегодня я хочу, конечно, о чем-то другом сказать, потому что был какое-то время со мной Старислав Иванович. Сейчас в какое-то короткое время он будет уезжать во Владикавказ. И приходит всему время, его тоже зовут там. Он немножко, кстати, чуть болеет. Я хотел бы, чтобы все-таки вспоминали Старислав Иванович, чтобы Бог ему укрепил здоровье его. Но тоже ему оттуда звонят, там он трудился. Он будет уезжать. И сейчас мы как-то в церкви нуждаемся тоже в других помощи, в других служителях. И я так спросил, что кто бы хотел бы, как. И вот такое вот есть место. Сказали, что ваш сын, он достойный, он может быть, он ведет молодежное служение. Хотели бы, чтобы поставить его ассистент пастор, то есть пасторское служение. И когда я сказал, что это Шерли, Женя, пастор, она говорит, с удовольствием, мы обязательно приедем, мы приедем в объединение и будем участвовать. Мы его знаем, мы хотим. Поэтому, знаете, 10 ноября у нас такое состоится, такое рукоположение молодого моего сына. Конечно, вы знаете, я за чем переживаю больше, потому что, знаете, бизнес – это бизнес, а вот церковь, и тоже есть свои трудности, и есть свое. Но я верю, когда Господь это дает, Он любит действительно Бога, и действительно ребята меняются в его группе. И я просто удивляюсь тоже, где у него вот такое рвение есть. И также вот хочу сегодня вот Петр, который как-то Бог ему даже побудил вот быть его, может быть, помогать ему в служении, и увидел, что его место здесь, в нашей церкви. Помню, когда он спросил, я еще не знаю, где я буду. То есть Бог ему открыл конкретно нашей церкви, и он здесь. Вот, Петр, вот лично у меня, знаете, немножко волнение, потому что, ну, дети, мы хотим самое лучшее для них. И как-то иногда думаем, не быстро ли мы их торопим в собрании, в служении. И как вот вы видите вот такое вот событие, чтобы что-то мы хотим делать? Во-первых, конечно, в нашей жизни есть большая ответственность лежит на особенных, кто несет служение, кто ответственный за церковь. Лежит ответственность в том, чтобы привлекать молодых служителей в церковь, и чтобы эти молодые служители, они действительно научились от старших служителей, от старших, можно сказать, братьев. Потому что, как мы читаем Писание, там всегда были наставники. И вот эти наставники, они, как бы, на них лежит эта ответственность, научить молодое поколение, рассказать им. Естественно, мы можем многому рассказать, многому научить, но самое важное и ценное, когда эти молодые служители, молодые братья, которые действительно берут на себя такую ответственность, и они получают сами откровение от Бога. Я могу, конечно, сказать о Сергее, потому что я довольно с ним много общался, и мы с ним проводили не раз общение. Я бы сказал, что он очень целеустремленный, и он ответственный молодой человек, и он знает, что на нем это лежит ответственность. И, конечно, мое личное такое мнение, что ему нужна поддержка, ему нужна какой-то, можно сказать, совет, какой-то, ну, как бы сказать, в плане познавать больше, как бы сказать, может, чем-то, каким-то опытом каким-то поделится, из его друзей старших, которые уже несут служение в других церквях. Вот, и, ну, конечно, это действительно, слава Богу, это хорошо, то, что он хочет, и вы, как отец, и вы, как служитель, вы видите это. Я считаю, что на вас это тоже лежит ответственность, потому что, не потому что вы это делаете безответственно, или так вам хочется. Я знаю, что, как я уже говорил, что я получил это откровение от Бога. Я получил просто, мне Бог открыл это, я не хотел говорить, носил в себе, и потом, когда это сказал, что Бог действительно видит его в этом служении, и перед ним это стоит ответственность, и он, рано не поздно, он будет в рядах этих служителей. Так что пришло это время, и я считаю, что если время пришло, просто не нужно отлаживать, нужно просто приступать к нему и, как бы, совершать этот обряд, а в дальнейшем Бог просто сам побеспокоится, и я знаю, что Бог его просто не оставит, потому что он ищет Бога и боится Бога. Вот такой, знаете, вот Петя, конечно, меня Господь позвал где-то, мне было 38, ему 28, 28 еще может быть такого возраста, ну, хочется еще и, ну, настолько вы видите в нем серьезность к этому отношению к служению, он действительно этим горит. То есть, вот как-то вы заобещаете Пётру? Ну, не то, что он даже горит, я бы сказал бы, что он готов, он готов именно, у него есть вот это сострадание, у него есть это, как бы сказать, это черта, которая действительно сегодня, что он владеет, в принципе, английским языком, как родным языком, и, конечно, хотелось бы, потому что наша сегодня славянская молодежь, она уже англоговорящая, и сегодня не достает вот этих служителей такого его возраста. Я хотел бы больше акцентировать, почему именно его возраста, потому что, когда мы подходим, допустим, я подхожу, я говорю, слава Богу, по-английскому, как бы сказать, без проблем, без отруднений, ну, когда я начинаю разговаривать с молодыми людьми, или там проповедовать, или им что-то начинают свидетельствовать, они на меня смотрят такими глазами, говорят, да, да, но если бы ты был бы в моем возрасте, вот, то ты бы мне мог что-то сказать, понимаете? И тут я вижу, что Бог действительно поднимает вот этих молодых служителей, конечно, как я уже сказал, что им нужна поддержка, им нужна поддержка, может быть, какое-то знание, каким-то, поделиться каким-то опытом, и, как бы, старшее поколение, оно несет эту ответственность за молодежь, но Бог именно действительно, как бы, положил в основе, я знаю, что у Сергея очень лежит, он болеет сильно за молодежь, у него лежит это желание, у него горит это сердце, именно чтобы молодежь была спасена в городе Сакраменто, потому что мы видим сильно большое разложение, не имеет значения сегодня, все конфессии просто захлебнула вот эта, можно сказать, волна разложения нашей молодежи, мы видим, как на глазах просто уходит молодежь, и кто-то, может быть, даже сегодня спаривает мою, как бы сказать, точку зрения, которую я сегодня, и, может быть, сказать, что, ну, это не во всех церквях, я скажу, во всех церквях это пошла эпидемия, и действительно, Бог хочет сегодня поднять этих молодых ребят, которые будут говорить на ихнем языке, будут, как бы, вставать в проломе, потому что нужно сегодня не знанием, не палкой сегодня, не, можно сказать, какой-то угрозой, или там, я тебе вот это и вот это, вот не этим нужно, и именно, как бы, вот это, чтобы было внутри вот этих молодых служителей, вот эта любовь, понимаете, любовь Духа Святого, которая может сегодня разбить эти каменные сердца, потому что люди окаменели, и мне приходилось встречаться с ребятами молодыми, молодого, буквально, возраста, которые мне твердили, что я вырос в хорошей христианской семье, мои родители служителя, все, но я пришел в тупик, я просто разочаровался, и вы знаете, сегодня стоит еще большая проблема, то, что дети, они сегодня, как я уже говорил, они англоговорящие сегодня наши дети, и родители их вводят с собой в церковь, в церкви не переводят на английский язык, но я не говорю о тех родителей, которые занимаются своими детьми, которые требуют от своих детей, чтобы дети знали и понимали русский язык, мы говорим о тех, которые просто пустили, а можно сказать, процентов 70 сегодня, которые пустили детей на самотек, и дети просто разговаривают на английском языке, и когда они приходят в русскую церковь, где нет перевода, они просто сидят и не назидаются, понимаете, это действительно ответственность лежит сегодня на родителях в первую очередь, у меня тоже есть дети, и я вам скажу, я чувствую, как насколько тяжело детей удержать, чтобы они знали хорошо русский язык, тяжело, потому что на улице английский язык, в школе английский язык, везде, и, может, это одна из проблем, которая, серьезно, захлестнула сакраменто, особенно, я не говорю за другие штаты, мы говорим о городе, в котором мы живем, именно захлестнула вот эта проблема, в которой молодежь начала просто уходить из церквей, и сегодня они начали, как бы, нашли себе убежище, это Bayside Church, я ничего не имею в виду против этих церквей, но все-таки хотелось бы, чтобы наши дети оставались с нами, почему бы нам бы не открыть полностью, как бы сказать, поток при церкви англоговорящий, и уже есть достаточно молодые люди, которые могут говорить на английском языке, проповедовать, но они будут, как бы сказать, не то, что под нашим присмотром, они будут в одной общине, они где-то уходят в какую-то церковь, мы не знаем, чем они занимаются, мне хотелось бы, чтобы город сакраменто, и все служители, все церкви, все-таки посмотрели, может быть, объединились в этой проблеме, и как вы уже сказали, и я просто призываю к этому, что действительно нам нужно как-то помочь, чтобы наши дети все-таки остались верными, самое главное, чтобы они остались верными Господу, мне кажется, это задача номер один стоит, и вот я, кстати, вот Сергея, я вижу вот эту вот, я бы сказал бы, такую глубокую веру в Бога, знаете, это не вы привили ему, нет, не родители, и не церковь, в которую он ходил, это его личное общение с Богом, вы знаете, я просто хочу сказать, что если наши дети когда-то в своей жизни не переживут встречу с Господом, с живым Господом Иисусом Христом, вы знаете, это просто напрасно даже хождение в церковь, напрасно, и сегодня, к сожалению, много очень детей, которых, ты с ним разговариваешь, его ничто просто не пробивает этого ребенка, и ну как ребенка, для нас они дети, может они в 20-летнем возрасте, старше, и ты чувствуешь, что нету контакта этого, что он не чувствует, о чем ты говоришь, значит, этот ребенок просто не пережил, понимаете, нельзя принимать Господа по наследству, Господа нужно принимать только верою, и поэтому, как вы уже говорите, я очень за это, две руки поднимаю, просто за этих молодых служителей, за именно этих англоговорящих ребят, которые действительно, их очень полно в сакраменто, может им кто-то что-то не доверит, понимаете, но нужно доверять, просто нужно доверять, благоставлять их, и самое главное, если вы вложили туда что-то, вы знаете, что вложили, если видите, что они пережили, что они имеют именно вот эту жажду, это богоискание, может что-то нужно поправить, может что-то нужно дополнить, но когда вот это есть богоискание, это огромное благословение для нашего города, И Бог просто будет поднимать вот этих молодых служителей для спасения. Служения различные, один Господь. Поэтому я призываю вас, также благословляю всех, и благослови всех Господь.